Сувенирная продукция, вещи ручной работы, кондитерские изделия, домашнего приготовления, беспроигрышная лотерея и мастер-классы. В школе номер 4 прошла весенняя благотворительная ярмарка семейного творчества. Не с пустыми руками ушла и наша съемочная группа. Эй, не стойте у дверей, заходите к нам скорее. Народ собирается, наша ярмарка начинается. Под песней и пляски в школе номер 4 открылась весенняя ярмарка семейного творчества «Наши руки не для скуки». Ежегодно к этому событию каждый класс готовит свои поделки. У меня слаймы. У меня досочки, помпочки и розы. А у меня полотенца. Нет, мне мама немножко помогла. Мне помогала мама и машинка. Такой богатый ассортимент товаров можно встретить только на ярмарке. Здесь отростки комнатных растений, прихватки, вязаные носочки, игрушки, картины, цветы из воздушных шаров и другие товары, которые обязательно найдут своего покупателя. Вот книги, пазлы и диски. И вот. Для них 50 рублей. Для них тоже 50 рублей. Тоже 50 рублей. Кто-то еще есть. По старой доброй традиции весенняя ярмарка собирает ценителей вещей ручной работы и любителей домашней выпечки. Ученики вместе со своими родителями приготовили для гостей огромное количество вкусных угощений. Угощаем вот пиццы, там мини-пицца у нас, трубочки со сливками, вот тортики малыш, кексики и вот бань, бабочка. С пирожками, с тортиками, ну и соком. Готовы сами? Да, почти все. Сосиски в тесте, вот такие пирожные, пироги, вот такие маленькие пасхи. Все, когда они знали, что родители были? Ну, тут еще с других, ну, со всего класса. А здесь на ярмарке участвуют? Нет, первый раз. Наша ярмарка только набирает обороты по количеству их, как участников, да, потому что классов у нас с каждым годом становится больше. Также и по количеству гостей, по количеству гостей. Поэтому в этом году, естественно, народу гораздо больше, чем в прошлом году. Участие в ярмарке приняли 46 классов, школа номер 4 и кружковцы. Благодаря им, а также гостям, школа собрала свыше 100 тысяч рублей. По традиции, эти средства пойдут на благотворительные цели. Ирина Нежалова, Антон Водряков, Телеканал «Север».